Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Что делать, если ногти сильно перепилены? Покрывать? Не покрывать? Наращивать? Не наращивать? Об этом в данном видео. Поехали! Вот такие сегодня руки у нас на преображении. И кажется, что это руки абсолютно разных людей. Смотрите, на одной ногте, скажем так, нормальные, а на другой просто перепилены в хлам. Все красные, до тонкого слоя истончены. Кутикула поранена. Я очень удивилась, как может быть такое, что руки настолько разные. Оказывается, с моей моделью произошла вот какая история. Она пошла в салон красоты, что ей выполнили наращивание ногтей. Мастер начал выполнять процедуру, почему-то только с одной руки, не знаю. Выполнили маникюр. Как я поняла, на этом этапе уже было множество ранений. Затем она наклеила гелевые типсы. И после этого начала покрывать ногти цветом. Цвет, конечно, моя модель выбрала не из простых. Черный. Потому что его нужно очень аккуратно наносить. Так вот, мастер покрыл один ноготь. Указательный. Поэтому на нем вокруг такая чернота. И только в этот момент модель поняла, что что-то не так. Качество работы объективно ее не устраивает. Об этом она сообщила мастеру. Сказала, что не хочет ходить с таким покрытием, с таким наращиванием. И попросила сделать снятие. При этом она отказалась платить за данную услугу, за процедуру. Потому что долго сидела на ней. Ей не понравился результат. А мастер была возмущена. Ведь она потратила много сил, времени. Выполнила наращивание на одной руке. Я даже не знаю, почему она сделала сначала наращивание на одной руке. Потом собиралась сделать на другой. Потому что мы обычно с вами работаем конвейером. То есть, например, мизинец на одной руке, мизинец на другой руке и так далее. Здесь почему-то мастер решил все сделать полностью на одной руке. Кстати говоря, это дольше по времени. Поэтому не пользуйтесь этим приемом. Я не знаю, почему мастер сделал именно таким способом. Я знаю только эту ситуацию со слов модели. Но причин не доверять этой модели у меня нету. Конечно, мастер расстроился от всего этого. Приступила к снятию гелевых типс. Вы знаете, как они снимаются. Особенно, если это только новое наращивание. Пластик обычно с трудом опиливается. И что получилось? Мастер выполняла снятие прямо до натурального ногтя. На нем даже остались борозды. Линии от насадки. Я вижу следы от насадки кукурузы. И, видимо, мастер сильно подавливал на поверхность. За счет чего появились такие борозды. Модель ко мне обратилась перед днем годовщины с ее мужем. И очень уговаривалась сделать ей наращивание. Я объяснила, почему нельзя выполнять наращивание на той руке, где ногти перепилены. Ничего не будет держаться. Плюс может быть неизвестная реакция. Например, ожог ногтевой пластины. Это в целом опасно. Поэтому на одной руке мы просто подготавливаем ноготки к покрытию. А вот теперь будем приступать к самому интересному. К обработке левой руки, где ногти сильно истончены. Как раз хорошо видно эти борозды от насадки. Но почему? Почему мастера так снимают? Потому что не поставлена техника. Ведь важно знать схему снятия. Плюс необходимо выполнять снятие очень бережно, до тонкой подложки. А затем оставшиеся частички покрытия убирать пилкой, либо бафом. Поэтому, пожалуйста, снимайте покрытие очень аккуратно, чтобы так не перепиливать ногти. Вы можете тренироваться на себе. Только будьте внимательны. Вы почувствуете, если вы сильно надавливаете. Либо можете практиковаться, выполняя специальные тренировочные упражнения. На наших обучающих курсах мы всегда рассказываем, как правильно снимать покрытие по определенной схеме, для того, чтобы не было таких печальных последствий. Поскольку кожа у моей модели влажная, я наношу предварительно тальк для подсушивания. Свободный край просто подпилила. Выбираю насадку с желтой насечкой, чтобы максимально аккуратно работать, не повреждая ногтевую пластину. И вот аккуратно стараюсь носиком фрезы убрать остатки черного гель-лака, которые есть. Я не знаю, по какой причине моя модель дождалась до того момента, когда мастер уже начал покрывать цветом. Возможно, именно на этом этапе стали видны какие-то неровности, бугры, неправильная форма. Я уж не знаю. Но именно тогда она решила, что не будет выполнять наращивание. А я думаю, как здорово, что ей не сделали две руки, и потом она в процессе это поняла. Поскольку тут очень много раночек, я прям работала очень медленно, очень аккуратно. Признаться, у меня на это ушло приличное количество времени для того, чтобы все максимально сделать бережно. Кстати, такой еще лайфхак. Берите на заметку, если к вам записывается новый клиент, попросите фото его ногтей, как они выглядят. Потому что нужно закладывать время, если, например, у нас такого рода кутикула поврежденная. Нам придется тратить на обработку больше времени. На других ноготках я уже взяла другую насадку, чуть более жесткую, с вытянутым носиком, с красно-белым пояском. Это говорит о том, что насадка имеет жемчужное напыление, которое хорошо полирует кожу. То есть уберет вот эти заусенки. Конечно, поскольку все это выполнено было недавно, менее недели прошло, поэтому о каком-то едином срезе говорить не приходится. Моя задача была просто убрать заусенцы и все это зашлифовать. Чисто аппаратный маникюр я не рискнула тут делать, потому что все-таки есть раночки, чтобы кожу не перетирать. К тому же я вижу, что она местами очень тонкая. Поэтому шлифую тем же пламенем, которым приподнимала кутикулу. Очень бережно, не давя сильно на кутикулу. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читаю в описании. Не всегда в практике приходится работать только с идеальными руками, с идеальными ногтями. Поэтому всегда нам нужно знать, вот что делать в таких случаях. Как обычно поступаете вы? Делайте покрытие так, как хочет клиент? Или все-таки объясняйте, что в таком случае лучше не выполнять покрытие? В принципе, это все на данной руке. Просто наношу масло на ногтевую пластину и вот такой насадочкой очень мягким бафиком. Как бы вбиваю это масло в поверхность ногтя для того, чтобы он увлажнился, для того, чтобы он был более напитанным, здоровым. Ну и в целом кутикула красиво выглядела. Я намеренно не проходилась по ногтевой пластине бафом, пилкой, чтобы еще сильнее не перепиливать ногтевую пластину. Важно, чтобы на этой руке ногти отросли и восстановились. Ну а мы с вами приступаем наконец-таки к наращиванию на правой руке, где ногти не такие убитые. Здесь стандартная подготовка. Это праймер, это тонкий слой базы и готовим нижние формы. Ноготочки у модели слегка растут вверх, поэтому важно правильно поставить эти формы. Вырываем серединочку, скручиваем, придаем арку, подставляем форму к ногтю, смотрим, чтобы центральная линия была в продолжении центральной оси. Видим зазоры по боковым сторонам. Это говорит о том, что формочку необходимо вырезать посередине, чтобы она идеально подошла к линии улыбки. Если есть еще небольшой зазор, подрезаем и уже отмечаем, где у нас точки в роста, для того, чтобы из них вырезать насечки и ушки. Примеряем окончательно форму и можем устанавливать. Мы сегодня задумали определенный дизайн. Для него не потребовался практически прозрачный материал, прозрачный розовый. Я именно такого эффекта и добивалась. Такое фарфоровое покрытие. Выкладываем сразу нужную длину и нужную форму. У нас будет четкий квадрат. После просушивания подложек снимаем формы и теперь будем приступать к архитектуре. Промазываем поверхность, ставим моделирующий шарик и его распределяем. Стараюсь выполнить практически на готовность. У меня получились хорошие арки, то есть ногти будут прочными, арочными, с ребрами жесткости. Нам необходимо будет только слегка подпилить. Тонкой кисточкой можно подровнять где-то поверхность, чтобы она выровнялась. Просушиваем в лампе и буквально на 15-20 секунде поджимаем прищепочкой для того, чтобы боковые стенки были ровными. Вот и все. Вот такой у нас эффект. Снимаем липкий слой и приступаем к опилу. Чтобы форма у нас получилась четкой, ставим пилку перпендикулярно к свободному краю. Подбираем боковые стенки, они также должны быть ровными. И затем уже только нижние параллели. Вот когда мы опиливаем эти места, важно положить палец модели, палец клиента на бок, для того, чтобы их не перепилить. Иначе та арочка, которую мы выстраивали, будет просто потеряна. Ногти станут плоскими, как лопатки. Кстати говоря, некоторые клиенты так и говорят. Это что за лопатки? То есть форму так называют. Но для того, чтобы квадрат был четким, для того, чтобы он был носибельным, необходима арочка и ребра жесткости. Смотрите, совсем немножко мы опилили. Зону около кутикулы даже не трогала. Только боковые стороны, где слегка оплыл материал. И теперь покрываем топом. Мы взяли глянцевый, хотя я думаю, что и с матом смотрелось бы хорошо. Ну и теперь приступаем к дизайну, про который я вам говорила. Напомню, поскольку модель выполняла ногти перед годовщиной с мужем, то мы решили нарисовать очень милые сердечки. Сейчас вообще в тренде вот такие минималистичные дизайны. Я имею в виду, когда какие-то маленькие элементы. То есть не то, что на весь ноготь как-то, а именно такие аккуратненькие. Я их рисовала гель-лаками. Ну и еще одна такая фишечка. Без просушки. Цыплю акриловую пудру, убираю взлишки и отправляю в лампу на просушку, чтобы они были более выпуклыми и тактильными. Ну что ж, вот только такой сегодня у нас результат. Хотя модель и я остались очень довольны. Пишите в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Ну и, конечно, смотрите полезные видео на канале о моделировании ногтей. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо. Пока-пока.